очередной раз всех приветствую друзья это очередной обзор от интернет-магазина zz.ru меня зовут ислам и сегодня у меня в руках довольно можно сказать что это новинка да сравнительно недавно вышел смартфон это очень интересующий многих сяоми а1 чем примечательный телефон это наверное самый интересный факт о нем это первый смартфон от сяоми который выходит не на платформе нею ай а на платформе android и причем на android one это чистый android так называемый что еще интересно так это то что он выходит в трех цветах это наверно самые популярные цвета ну кроме серебристого есть черный есть такой скажем так золотистый и есть розовый цвет ну для девочки нам конечно же попался черный телефон это круто я например люблю гаджеты именно в черном цвете что можно сказать об этом телефоне он довольно мощный 64 гигабайта встроенной памяти и 4 гигабайта оперативной памяти в таком ценовом сегменте это очень очень хорошие результаты мы откладываем коробку ненадолго посмотрим комплектацию комплектация находится вот таком вот маленьком боксе маленькой коробочки что у нас тут имеется естественно у нас документация которым никогда практически не читаем ну как-нибудь надо будет отдельно сделать обзор на документации телефонов наверное это будет интересно провод в данном случае это тайп си микро юсб провод тайп си адаптер для этого провода ну и все в принципе а нет есть еще скрепочка который находится на торце этой коробочке если кто-то купит то не выкидывайте сразу коробочку потому что здесь есть скрепка для слота карт памяти все это откладываем естественно это нам нас не особо интересует и переходим непосредственно к самому телефону самое интересное в этом телефоне еще и то что это практически брат-близнец другого телефона от сяоми 5x отличие вот в чем 5x работает на мию ай 5x скажем так по всем данным практически это тот же телефон единственно что android one они начали делать именно на сяоми а один очень интересный телефон несколько дней не им пользовался начнем с внешних факторов бросается в глаза то что здесь двойная камера и что еще более примечательно по 12 мегапикселей модули вспышка сканер отпечатка пальцев уже в привычном месте для сяоми мы к нему уже привыкли задняя крышка алюминиевая очень большой дисплей пять с половиной дюймов hd еще здесь находится датчик оповещения датчик светочувствительности фронтальная камера сверху как мы тоже привыкли инфракрасный порт для того чтобы вы могли управлять какими-то девайсами например там телевизором кондиционером еще какими-то бытовыми приборами как для которых нужен пульт дистанционного управления так вот здесь есть ик-порт с помощью которого вы можете управлять с телефона далее идет слот для двух sim-карт либо для одной сим-карты и карты памяти micro sd это тоже привычно клавиши громкости и клавиша блокировки телефона находится с правой стороны тоже в принципе классика внизу находится разъем для micro usb напоминаю что это тайп си и разъем для наушников три с половиной миллиметра джек ну и динамик кстати динамик довольно неплохой стереозвука тут конечно же нет но на свое дело он делает хорошо несколько дней я гонялся с этим телефоном и надо сказать меня он действительно влюбил себя потому что в такую цену такой функционал и качество сборки мало кто может предоставить что я могу сказать я не любитель android если честно в этом телефоне меня порадовало то что хотя бы в в камере сяоми отвоевали свою оболочку то есть интерфейс камеры остался от сяоми все остальное конечно же на андроиде очень похоже на nexus и zen phone если у кого то есть вы знаете о чем я говорю работает все это на процессоре snapdragon 625 который в принципе не вызывает каких-то нареканий за несколько дней работы во всяком случае у меня все очень шустро бегала двойная камера на 12 мегапикселей они ему уже сказали и что хочется отметить это портретный режим в этом телефоне он просто волшебный на самом деле я не подозревал что он так меня удивит я сделал несколько снимков и попробуйте когда будете снимать попробуйте портретный режим обязательно что хочется еще сказать про камеру так это то что присутствует двойной оптический зум это тоже очень хорошо это мы впервые наверное могли наблюдать на презентации iphone 7 когда в режиме камеры нажимается просто кнопочка на экране и двукратное увеличение без потери качества фотографии в общем камера отлично работает на все деньги отрабатывает из минусов наверное это отсутствие радиоприемника хотя я не знаю кто на телефоне сейчас слушает радиоприемник но все же бывают люди которым это необходимо тут нет радиоприемника и тут нет nfc модуля так называем у меня всегда проблемы с произношением этого слова аббревиатуры nfc модуля также нет то есть вы android pay например вы не сможете воспользоваться то есть приложить и оплатить а ну для чего это еще делать ну для подобия аэрдропа как у айфон также вы не сможете перекидывать касанием другого смартфона какие-то файлы я не думаю что это также очень уж необходимо в телефонах но для каких то людей это бывает очень важно и бывают последние капли для того чтобы например отказаться от того или иного смартфона в общем и целом просто великолепный телефон он показал себя отлично просто во всех тестах ну какие-то профессиональные в лабораториях я с ними тест я с ним теста не проводил но в режиме работы в повседневной жизни он себя прекрасно показал сканер отпечатка пальцев традиционно шикарен все откликается экран кстати говоря так же как и в предыдущем обзоре мы его тестировали на улице также при попадании прямых солнечных лучей конечно приходится немного напрягать глаз даже на максимальной яркости это может быть для кого-то и плохо андроид ван примечательно тем что вы это абсолютно чистая оболочка и уже вы уже сами должны ставить на нее какие-то фичи какие-то приложения лаунчи и еще что-нибудь такое чтобы для себя подстроить эту оболочку а так она абсолютно чистая и в принципе никаких приколюх нет ну и есть конечно в свои гугловские и сяоми вские приложения которые идут сразу же в комплекте я думаю что будет привычно к нему интуитивно привыкаешь к этой оболочке даже если вы много пользовались сяоми и не пользовались какими-то google фонами то вам не будет сложно и это очень легко этому учиться естественно тут постарались на славу мне очень понравился сам телефон настолько понравился что буквально на днях брату на день рождения мы подарили такой же для человека вещи которые ты нашивал с детства ничего не жалко на самом деле вот телефон добротный собран очень качественно очень хорошо на самом деле я честно я подумал даже купить себе его посмотрим что будет еще самом ближайшем времени на этом наверное у меня все если вы хотите еще более подробный обзор либо какой-то обзор на другие аппараты пишите в комментариях нам очень важна обратная связь и хотелось бы узнать что вам интересно дорогие наши зрители поэтому ждем от вас сообщений комментариев и всего такого ставьте колокольчики подписывайтесь на канал и что там еще у блогеров принято по традиции меня зовут ислам это был очередной обзор от интернет магазина zz.ru оставайтесь с нами и всего доброго